Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть надо конфликт с НАТО А вы не смотрите, hypedро конфликт с НАТО может как-то не хорошо кончиться? Для России однозначно это Россия и понимает А для НАТО? Для НАТО никак не закончится это НАТО самые сильные военные альянсы это прекрасно знают Не, я прекрасно знают Вы наверное меня не поняли По-моему ещё вот Путин в свое время сказал, что Если НАТО вступит в конфликт, то Россия будет использовать все возможности, которые есть. Если вы говорите за ядерное оружие, то это практически зеро возможностей. Но ему не позволят, во-первых, у себя внутри в стране, а во-вторых, НАТО ему не позволит. Какая сейчас поддержка у Путина среди своего населения? Если брать с того, что я общаюсь здесь, и то, что мне люди говорят, какие настроения в разных городах. О Астрахани сегодня говорил с ребятами в Москве, в Питере. У него небольшая поддержка, но большая поддержка в тех людях, которые, скажем так, малоимущие, мало зна... Я понял, я понял. Да, тут здесь у него поддержка 80% точно среди таких людей. Но мне кажется, что если брать в общем, у него не такая сильная поддержка, чтобы ему позволить на такие действия... А как вы думаете, вот сейчас, по-моему, вчера заявление было вашего президента, если я не ошибаюсь, что Северный поток-2 надо вообще распилить вот эту трубу, ее надо вообще уничтожить, чтобы ее не было. То есть, россияне, посмотрев, что итог будет в любом случае плохой для России, с Путиным, без Путина, с кем бы, кто бы не пришел, итог будет очень плохой для России. Поэтому просто возьмут, объединятся вокруг того же самого Путина и скажут, знаете что, по крайней мере, этот хоть что-то делает. Поэтому Северный поток-2 не уничтожит, поскольку это будет... Понимаете, Европа взяла очень большие уроки от Версанского договора по Первой мировой войне. И вы знаете, что такое Версанский договор? Да, да, да. Да. Это же и привело ко Второй мировой войне. То есть, если Россия даже проиграет, и ее начать уничтожать как-то экономически или физически даже, не знаю, каких-то политиков, это ни к чему хорошему не приведет. А почему тогда вот у украинцев мечта, чтобы Россию развалить и уничтожить? У них, интересно, это свое право, поскольку Россия, она была на украинцев, а не украинцы, на Россию. То есть, им можно? Они имеют к этому полное моральное право. А, у меня к вам еще вопрос. Вот недавно посол Украины в Казахстане высказался так, что надо уничтожать как можно больше русских, чтобы нашим потомкам было меньше их уничтожать. Как вы к этому относитесь? Ну, это, скажем так, популистическое слово, поскольку Украина воюет с Россией. Я вам конкретно сказал фразу, вы меня хорошо поняли, да, то, что я сказал? Да, понял. Да. Как вы относитесь к этой фразе, к выражению, к такому, произнесенному из уст государственного деятеля, который представителя Украины в данном контексте в Казахстане. То есть, он представляет страну Украину. Он это сказал? Он это сказал, да, он именно так это сказал. Я посмотрю, я не видел, я посмотрю обязательно. Как его зовут? Я не помню, я еще имя эти не запоминал. Ну, он кто? Он дипломат? Он посол Украины в Казахстане. Посол Украины. Ну, если кто-то такое говорит, я думаю, это эмоциональная любовь. Это неправильно. Надо, надо уничтожать украинцам, украинцам. Надо уничтожать всех военных, которые пришли с агрессией в Украине. Это однозначно. Вы знаете, я вот здесь хожу по рулетке, я встречаю украинцев, не всех, ну, многих вот. Немногих, ну, как, некоторых, часть попадается такие. Которые меня проклинают, которые желают там, мы к тебе придем, мы уничтожим твою жену, твоих детей и все остальное. То есть, вот люди вот так говорят простым людям. То есть, не зная меня, вот такие дела говорят. Как вы к этому относитесь, к таким выражению? Как вы думаете, как россияне будут относиться к ним? Как вы думаете? Смотрите. Давайте. Если брать такие жестокие обращения, что кого-то убить детей где-то, это непременно для меня вообще. Это неправильно. И я думаю, эти украинцы тоже об этом знают. Они просто хотят вас обидеть чем-то. А как вы думаете, когда вот они такое говорят среднестатистическому россиянину, который зашел сюда, и который, знаете как, индифферентно относится как к Путину, так и к Украине. То есть, он ровно относится и туда, и сюда. Ну, это вражда. И тут он заходит сюда и ему такие вещи высказывают. Как вы думаете, какое у него отношение будет к Украине, к украинцам после этого? У вас отношения с Украиной не будут долгие коды. Кто вам сказал такую глупость? Это я вам говорю. А вы почему так говорите? Потому что после войны все украинцы будут помнить, кто напал, кто начал эту войну. Последствия этой войны будут видны уже всем. А украинцы, кстати, как долго украинцы помнили, как вот Польша отжала Львовскую область, там еще кое-какие области Украины в 20-х годах? Кто так Львов в Украине сейчас принадлежит? Львов – это Украина? Конечно. А кто ее вернул назад Украине? Это после Второй мировой войны. Да. А после Первой мировой Польша забрала Львов, правильно? Ну, бывало. Это история. Бывало. То есть, было. Просто забрали. Просто аннексировали, да? Тогда была война. Ну, да. А по какому поводу поляки забрали Львов? Война. Ну, понятно. То есть, вы завоевали, забрали, отобрали, украли? Да, это неправильно. Да. Это неправильно. А вот как вы относитесь к тому, что у Украины национальный герой Бендера, который, кстати, убил польского, по-моему, то ли министра иностранных дел, то ли премьер-министра? Это не он лично. Это просто были его подопечные, скажем так. Он сидел в польской тюрьме? Он сидел в польской, да, тоже сидел. И сидел тоже в немецкой. Да, но в польской тюрьме. Как вы относитесь к тому, что вот героизация этого человека? Мне не нравится это. Как вы относитесь к красно-черным флагам у УНУПа? Красно-черный флаг, это, скажем так, я бы не приписывал его прямо так и к УНУПа, поскольку это состыкается с историческим моментом, когда была волынь, и это неприятная часть истории между Украиной и Польшей. Но у нас много таких историй и с русскими, например. Вы простили это? Конечно. Конечно. То есть вы это простили? Конечно. А как, что мы будем мстить? Нет, я не говорю, не дай бог мстить. То есть вы простили, а русских не простят, да? То есть вы простили? Да русских тоже простили. Мы с русскими нормально... Нет, нет, я говорю, вы сейчас мне сказали, что вот то, что сейчас, это конфликт на долгий год. То есть вы простили, и вас простили за то, что вы отжали в свое время части Украины, вы простили волынскую резню, а вот русские с украинцами никогда не договорятся, потому что они не простят. Но это пройдет, я же сказал, это пройдет много лет. Много лет это сколько? Через сколько вы простили? Ну, я думаю, лет... Ну, вот сейчас, как Польша стала в Унии европейской, тогда политические мнения уже начали быть общеевропейские, скажем так. И тогда люди начали смотреть, анализируя тушную политику, и начали примиряться со странами, с соседями своими. А вы знаете, сколько погибло поляков в волынской резне? Да, конечно, знаю. Сколько? Мне интересно ваше мнение. 140 тысяч. Вот просто сейчас бытует такое мнение от 30 до 100 тысяч. То есть вот говорят, ну я вот где читал, от 30 до 100 тысяч. Вы говорите 140. 140, да. Это за все время. Ну, это, понимаете, это военные действия, это натуральная смерть людей, но людей приписывали к этой резне. А вы знаете Катынь? Катынь знаю, да. Катынь, ну сколько офицеров польских расстреляли НКВД? Просто расстреляли. Тоже было. Знаете сколько? Нет. Это цвет нации. Это самые ученые люди были. Самые большие офицеры, ученые. 40 тысяч. За несколько недель. Это не было на протяжении года. Несколько недель. Это были убийства массовые. Понятно. Россия напала на Польшу вместе с Гитлером 17 сентября. А там вам, по-моему, должна была Франция помочь, нет? Должна была, но мне помогли. Англия помогала. Франция тогда уже вела войну, ну не вела войну, а готовилась к отражению германских войск на своей территории. Я вот еще смотрю, Польша собирает войска. Как вы думаете, Польша вмешается в этот конфликт между Россией и Украиной? Мы готовимся. Не скрываю. То есть вы готовы вмешаться? Не, вмешаться нет, абсолютно. А почему? Потому что мы в НАТО. И? Мы не можем вмешиваться в конфликты, где у нас есть обязательства военные, в альянсе, в котором мы принадлежим. Вы же знаете. Не, ну я знаю, потом будет пятая, по-моему, это пятый параграф. Пятая статья, да. Пятый параграф, то, что вы сами за себя, теперь за вас НАТО не впряжется. Если да, если мы начнем, да. Ну то есть как это, ну это такое, знаете, как уже политики посмотрят на это. Ну очень осторожные, но просто смотря на Украину, то, что сейчас там происходит, что вас удивляет, что Польша мобилизирует свои военные учреждения, я не знаю, как это делать. Не, 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 меня нисколько это не удивляет. Я просто вот, ну интересно спросить вас. Это тоже самое делается в Литве, в Эстонии, в Латвии. Да, во всех частях. Даже Франция начала вести какие-то там военные политические движения у себя в стране. Где Франция, где Франция, где Польша, мы ограничим со страной, которая воюет, плюс Белоруссия, которая пускает на территорию свои, ну да, свою территорию русские войска, как к нам не готовиться. Это же было бы... А как вы смотрите, что с вашей стороны пытались сделать переворот в Белоруссии, вот эти вот, как это, нехта, по-моему, она у вас в Польше располагалась? Она просто располагалась здесь, но никак не курировалась с какими-то польскими беседами. Ну, просто бытует мнение, что ваши спецслужбы курировали. Нет, поверьте мне, это не соответствует правде. Они просто здесь находились, поскольку это единственное убежище, которое было близко к их стране. Белорусские, они здесь имели свою локацию, это вполне нормально, политическое убежище, вы знаете, что такое это... Это так существует в мире. Не, ну это понятно, да. Ну, поэтому, ну, никаких, никаких внешних политических движений против белорусских каких-то там протестов не было. Мы поддерживали, очень сильно поддерживали Беларусь, чтобы она стала свободной страной, и у них какие-то процессы демократические начали в своей стране, поскольку нам хороший сосед, спокойный, добрый сосед, это же безопасность, понимаете? Не, ну это понятно, конечно, с хорошим соседом и жить хорошо, то есть, всегда. А до этого Белоруссия была плохим соседом? Да нет, в принципе, нет. Почему плохим? Нет, не было плохим. Ну, это же конфликт начался у них же внутренний. Ну, внутренний конфликт начался. Лукашенко проиграл выборы. Это все знают, это даже Лукашенко это уже знает. И смешно предполагать, что какие-то другие были идеи у народа белорусского выходить на улицу. Они не хотели этого человека. Они говорили, мы уходи, просто мы хотим менять что-то внутри своей страны. Они вышли на улицу, поддерживаем. Мы поддерживаем такой рук. Если у нас выходят люди на улицу, говорят, нам не нравится правительство, мне не нравится сегодняшнее мое правительство. Ну, по части. Мы можем выходить и говорить, что нам не нравится. Уходите. Если нам нормально жить, но они нам не нравятся. Пусть пока будут, мы потом пойдем на выборы и пересберем. А вот вы сказали, вы поддерживали это. То есть, можно ли воспринять вашу поддержку, скажем, оппозиции в Белоруссии? Кстати, вы сами только что сказали, что нормальные соседи были белорусы. То есть, ваша поддержка оппозиции Белоруссии, это как вмешательство во внутренние дела Белоруссии? А как поддержка может быть вмешательством? Ну как, вы поддерживаете одну из сторон. Но это есть вмешательство? Вы, ну конечно, вы поддерживаете сторону. Вы как поддерживали? Нет, ну послушайте. Чем вы ее поддерживали? Финансово или как? Там нет каких-то, просто поддерживали, что мы с вами согласны, что вы должны... А, то есть, не вмешиваясь ни в какие дела внутренние? Ну какие вмешивались? Ну как, финансовые дела там, какие-то, раскачивать ситуацию немножко. Нет, нет, нет. Такого чего-то не было. Если это и было, то только организация, скажем так, белорусов, которые живут в Польше, и они там между собой, да пожалуйста, не будут. Причем Польша здесь, Белоруссия. Это же они пишут свою историю, а не мы пишем их. Понятно, понятно. Ясненько. Спасибо вам. Приятно было побеседовать. Пожалуйста. Удачи. Мирного неба вам. И вам тоже. Здоровья. Счастливо. Поляк.